Пахнин говорит, что здесь и скрывократные организации общественные, и партийные, и из Луганска, северодонецка, с Полтавы, вся Украина, ну не вся Украина, человек 300 есть. Юлия Тимошенко, они играют, мы достаем не достаточные моральные тортури, но в ее безвестном отделе есть маленькое украинское сердце, бесконечный украинский долг, что правит за приклад для каждого из нас, что правит за приклад для всей Украины. Юлия Тимошенко, он знает, что мы тут, он знает, что здесь вся Украина. Юлия Тимошенко, он знает, что он знает, что мы тут, что мы видим, что мы тут, что мы тут, и украинские поработы, банда «Витровый шаг», банда «Ките». Привет. Привет. Подождите. Подождите. В то, что в униженном Украине уже никогда не повторится, сегодня, на ренте, что в пару веков, Сегодня здесь, у стенка Черновской колонии, находятся чернобыльцы, члены всеукраинского объединения ветеранов Чернобыля, которые приехали из ряда областей Украины. Полтавская, Севская, Запорожская, Донецкая, Бертовская, Днепропетровская, Луганская. И мы сегодня прибыли сюда для того, чтобы заявить депутатам Европейского депутата о том, что кроме тех безобразных провокаций и террора, которые чинит наша власть в отношении известных украинских политиков Юлии Тимошенко, Юлия Луценко, Юлия Тимошенко, Арсена Аваковы, тут же такие же провокации власть чинит в отношении лидеров чернобыльского движения. Мы получили информацию о том, что готовятся провокации в отношении ряда общественных организаций чернобыльцев, которые будут выращаться в подбрасывании наркотиков, оружия, боеприпасов. Все это власть намерена сделать по нашей информации до выбора. Мы хотим привлечь внимание европейской общественности, потому что с этой властью разговаривать по-хорошему время уже ушло. С бандитами нужно разговаривать так, как они понимают на их языке. То есть с этим мы подготовили обращение, которое мы хотим сейчас передать депутатам европейского права. Безусловно. Мы хотим, чтобы были введены санкции, которые были бы чувствительны для нашего правительства и руководства страны в целом. Мы считаем, что проводить евро в стране, которую политико превратило в концентрационный лагерь, нет никакой возможности. Мы считаем, что евро не должно проходить в Украине. Народу здесь, в этой стране, платят копейки, а миллиарды потратили на евро. Но мало того, они страну превратили в концентрационный лагерь. Но, в этом году, в этом году, мы говорили о том, что решение судов Украины выполняется избирательным. Когда к нашему президенту обращаются европейские политики и говорят, что это ненормально Что политиков за политические деяния привлекают к уголовной ответственности Наш президент говорит о том, что есть решение суда И мы ничего не можем поделать Но в то же время есть тысячи решений судов в отношении Чернобыльцев И с Конфенсионного фонда Эти решения оказывается можно и не выполнять Вот на это мы хотели обратить внимание и надеюсь у нас это получится То есть все эти люди это представители ваших организаций, да? Да, это организация всеукраинского объединения ветеранов Чернобыль Что вы просите? Суть мы просим в рамках полномочий депутата Европарламента Приложить усилия для недопущения в дальнейшем нарушения в Украине прав чернобыльцев Раждан, которые спасли Европу Отойдите пожалуйста, машина заезжает Отойдите пожалуйста Пожалуйста, будь лад Еще чуть-чуть-чуть Еще чуть-чуть-чуть Стой, стой, подожди Это что, еще не наружение? Нет, это емба, да? Да нет, вы не помните Отойдите Подойдите Стоять И Да нет, это необходимо Отойди не сторонки Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok